МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТВ, телевидение мнений, программа «Зверский понедельник». У нас в гостях Татьяна Суркова, главный ветрач зоопарка, и Татьяна Прикмета, которая взяла из лесу диких утят. Как и почему, узнаем сегодня. Почему люди забирают из лесу животных? Им жалко? Это действительно жалость? Или им охота поиграться, чтобы дома была какая-то живность? Как чаще люди обращаются к вам? Обращаются достаточно часто. Мне кажется, конечно, в первую очередь играет роль жалость. Потому что все детёныши, включая зверёныши и птенцов, выглядят очень умильно. Кавычники как же не взять? Да, игрушечками, игрушечными выглядят. Поэтому кажется, что если рядом не сидит мать, неважно, четвероногая, крылатая, хвостатая, то, значит, детёныш брошен, надо немедленно подобрать. Желание спасти тоже присутствует? Ну, подобрать, спасти, конечно, не обязательно. Возможно, у детей где-то поиграть, но в основном, мне кажется, спасать. Я считаю это мне неошибочным всё-таки, потому что у животных очень хорошо развит инстинкт самосохранения. И если детёныш один, это не значит, что он брошен. То есть вот у него больше шансов всё-таки выжить в дикой природе? Или если его подобрали, оказали ветпомощь, больше шансов выжить в искусственной среде? Ну, здесь сложно сказать. В каждом отдельном случае бывает по-разному совершенно. То есть бывает, если есть какая-то травма или истощённый детёныш, конечно, ему необходимо оказывать помощь. Но опять же, бывает, что на месте трудно разобраться, люди приносят, и потом оказывается, что зря подобрали. То есть для того, чтобы в этом разбираться, мне кажется, людям надо всё-таки побольше знать. И сегодня у нас цель, да, как бы в этом помочь. Перед походом в лес обязательно изучить, кого они могут встретить. И то, что изучить, вообще у нас, конечно, сейчас, мне кажется, недостаточная грамотность в плане живой природы. А некоторые даже не знают, кого подбирают. Дети не знают, что такое цыплёнок, они видят в первый раз, что такое курица. Да, особенно вот ежата, да, там до сих пор считают, что лучше пищи для них молоко, что тоже отнюдь не так. То есть надо, наша задача им помочь, всё понять, кого подбирать, кого нет. А людям всё-таки очень хорошо подумать, стоит это делать или нет. Вот, Татьяна, вы взяли утят. У вас какая цель была? Их спасти или всё-таки принести домой нечто такое маленькое, прекрасное? А с какой целью вы их взяли? Ну, я их не нашла. Я их уже забрала у тех людей, кто их нашёл. Их нашли сотрудники ГИБДД, вот Кашинский пост, Челябинский тракт. Они, очевидно, нарушили какие-то правила. Да, они переходили, дорогу переходили, да. И автомобили все остановились. И сотрудники ГИБДД, удивившись, что же там происходит, потому что им издали не было видно утят, они удивились, почему все три ряда машин встали и стоят, и дальше не двигаются. Да, сотрудники дошли и увидели, что вот четыре маленьких утёнка пытаются перейти дорогу. Когда машины остановились, они дорогу перешли и остались на разделительной... Они были без мамы? Да, и они остались на разделительной полосе. Вот. И сотрудники ГИБДД решили, что, видимо, они уже потерялись, видимо, достаточно далеко ушли, потому что матери не было нигде видно. Они их положили в коробку и отнесли к себе на пост. Вот оттуда уже их забрала я. Вот когда вы взяли, не было желания, да, там, посмотреть живо-здорово и отнести назад в лес, чтобы вот там жили, в дикой природе? Вот если бы я знала, где они были конкретно, я бы, конечно, их отнесла. Но, во-первых, там, конечно, был водоём, куда можно было бросить взгляд, скажем так, река была. Но уток там не было видно и не слышно. То есть мама утка не крякала где-то там рядом. Я бы, конечно, не обошла всё русло реки и там весь лес. Где они сейчас у вас живут? А сейчас они у меня живут в ванной, находятся. То есть вы им прям наливаете ванну, а не плавают? Нет. Один раз муж наливал, вот недавно, позавчера буквально, чтобы они поплавали, почистили, скажем так, свой пух перья. А так нет. У меня маленький такой поддон, куда я им накладываю их еды малинки, там зелень нарубленную. Вот буквально пару сантиметров, чтобы они сильно не намокали. Как вы узнавали, как вообще ухаживать, содержать, чем кормить? Вы обращались к специалистам, носили их к ветврачу? Или просто сами где-то нашли и почитали? Да, нет, никуда не носила. К специалистам тоже, к сожалению, почему-то и не догадалась обратиться, куда можно было позвонить. Вот в интернете посмотрела, прочитала очень много разной информации, всю ее сложила, то есть самая ценная для себя взяла, как на мой взгляд мне показалось, самая оптимальная для содержания диких животных. Вот, и этого придерживаюсь. Вот все-таки чем кормите? Какие-то есть специфические особенности? Что-то вам может быть трудно делать? Нет, все легко делать, просто достаточно недешево, например, если и малинку покупать. Которая еще не поспела, да? Нет, малинка – это личинки комаров, по-моему, да. Вот такие маленькие, красненькие, в реках плавают. Вот, и очень они вот любят именно вот эту малинку. То есть они, мне кажется, даже иногда терпят, ждут ее каждое утро, я их кормлю, потому что ночью тарелка у них с крупой, с различной травой остается так мало тронутая. Но вы осмотрели их внешне, то есть они не раненые? Да, они были нормальные, то есть были совсем маленькие, а так внешне они были целыми, здоровыми. Татьяна, почему утята оказались без мамы? Что произошло? Что могло произойти в природе такого, что вот они одни? Ну, если их подобрали сотрудники ГИБДД, я думаю, что мама-то утка-таки угодила в аварию, потому что это как раз тот случай, когда мать и дети, они рядом, да, то есть вы вот так за уткой, это всем известная с детства картина, то есть я думаю, на самом деле мать утка пострадала, поэтому утята остались брошенные, хотя они вполне самостоятельные, в общем-то утята это как раз те птенцы, которые с самого рождения умеют двигаться и питаться самостоятельно, но все-таки наверняка в этом случае погибли бы в природе, то есть помощь человекам нужна была. Вот если, как оказать помощь, вот если встретил в лесу, и как узнать, нужна помощь животному или нет, то есть как проверить, жив-здоров ли? Ну, жив-здоров, самая опасная это травма, да, то есть обычно, что всех, птенцов, зверенышей, их любят хищники, да, то есть которые тоже в наших лесах водятся, в богатых, поэтому первое дело, это просто посмотреть вокруг, не видно ли, не слышно ли родителей, которые часто подают звуковые сигналы, осмотреть маленького будущего питомца на ранки, на травмы, то есть это все обычно прекрасно видно, там сломано, не сломано крыло, лапка, есть покусы, если есть, там, конечно, в принципе, без вариантов, вообще-то в клинику ветеринарную, но не все клиники берут, их тоже можно понять, существуют такие болезни, как бешенство у пушных зверей, такие, как там волчата, лисята, никуда это не пропало. Татьяна, вот вы не боялись взять дикого зверя, у которого тоже ведь могут участвовать, тоже могут быть какие-то заболевания? Ну, бешенство, конечно, бешеные водки. Нет, такого заболевания не боялась, но мы с мужем постоянно, то есть если мы там чуть-чуть к ним прикоснулись, когда там я мою, после уборки, после того, как иду дала, то есть руки с мылом моем, то есть минимальные какие-то средства такие мы применяем, конечно, чтобы себя обезопасить. Вот заинтересовались наши зрители, что дальше делать с утятами? Так и будут у вас в ванной жить? Ну, нет, конечно, они уже, вот сейчас уже раза в три выросли, буквально, и я думаю, что максимум через неделю мы их переселим на дачу в вольер, чтобы там они уже привыкали к природе, к чистому воздуху, солнцу. И еще коварный вопрос, дальше не намерены ли вы их употребить в пищу? Нет, я ем мяса очень мало, то есть я ближе к вегетарианскому. То есть это ли целью вы их держите? Нет, точно не с этой. А не хотите ли выпустить их в природу, когда они подрастут и окрепнут? Да, обязательно. Это можно делать, Татьяна, если все, рана зажила, животное прожило какое-то время, оно здорово, можно ли вы выпустить в природу назад? Ну, утят очень легко, они очень легко поддаются, так можно, реинтродукции в природу. Самое главное, научить их правильному питанию, они в основном растительноядные птицы, то есть они должны уметь и травку пощипать, ну, хотя это, конечно, не гуси, но все равно умеют. И самое главное, принимать пищу с водоема, то есть их надо приучить кушать в воде, подавать им так корма. И, в принципе, главное вовремя выпустить, то, что все утки у нас все-таки перелетные, птички, чтобы не было, как серая шейка потом, да, на льду. Поэтому самое главное, своевременный выпуск и, в общем-то, правильное кормление. А вот как кормить? Вот с утятами мы немножко разобрались, например, ежонка, как вскармливать? Молоко в магазине покупать? Оно подойдет? Или какое-то надо из деревни искать? На самом деле, крайне сложно. Их выкармливают молоком, то есть, во-первых, важно, какого возраста ежонок. Совсем маленькие ему необходимы молоко, причем молоко достаточно, ну, жирное и питательное, как правило, сейчас используется козье молоко. Ну, здесь на выбор. У кого есть возможность парное, те парное, к тому же козье молоко считается более-менее свободным от некоторых болезней. Можно, в общем-то, и магазинное употреблять. В этом случае, вот, очень желательно обращаться к специалистам, чтобы вот именно конкретную особь посмотрели и решили, что ему подходит. Да, потому что возраст здесь очень важен. Потому что те же, например, зачата, которые очень умильные, да, и, кажется, уж точно брошены, совершенно. Поэтому их, тем более, сложно кормить. Многие их перекармливают, они от этого умирают. Их достаточно кормить буквально один-два, ну, максимум три раза в сутки. Их так и в природе, мать-зайчиха, кормят. И там очень питательное жирное молоко. То есть это тоже важно подобрать. И смотреть по состоянию, допустим, того же зайчика, да, как он себя чувствует. То есть отслеживать состояние, это вообще важно в выращивании, хоть кого-либо. Кого из таких вот брошенных сложнее всего выхаживать? И труднее всего, и меньше шансов выжить? Выхаживать? Ну, опять же, зависит от состояния изначального, да, как бы... Некоторые же вообще не приживаются вот в искусственной среде. Я бы сказала, что, наверное, такие животные крайне редко встречаются. То есть человек, ну, не запретает редко в такие места. Я бы, наверное, сказала, что это трудно выкармливать лосят, наверное, и косулят в этом плане, то есть копытных, потому что у них очень много вот специфического в кормлении и в содержании, тем более. Вот их, наверное, сложнее. То есть ежат, народ уже, в общем-то, навострился в нашем городе выкармливать. Есть тогда смысл косулят, лосят оставить. Вот увидели детеныша, оставить в лесу и не брать домой. Вот пересилить жалость и дать ему шанс в природе выжить. Ну, опять же, здесь надо четко понимать, есть мать рядом или нет, то, что это тоже животные, у которых, в общем-то, мать где-то недалеко. Если они брошены, то они, естественно, не выживут, потому что они, допустим, как утята травку-то щипать не умеют. То есть в этом случае, наверное, жалость тоже должна быть, как говорится, и разумной. И, в общем-то, она здесь, наверное, правильная. Вот если с утками нам понятна история, мама, возможно, стала жертвой ДТП. По какой причине детеныш остается в диком лесу без мамы? Ну вот, в общем-то, я считаю, сейчас в большей степени, опять же, по вине человека. Та же охота, она у нас имеет место быть даже в сезон, когда она, в общем-то, запрещена, да, в сезон размножения. У животных вроде бы всё запрещено, но находятся любители. Те же хищники, которые, опять же, у нас леса очень такие, ну, сохраняют свою фауну. То есть там, ну, там происходит естественный отбор, я считаю. То есть если животное сильно изранено, сильно, возможно, имеет смысл его оставить, потому что, ну, пусть его, в общем-то, может быть логичнее, чтобы добил тот хищник, который, в общем-то, на него, возможно, и охотился. Татьяна, как быть с хищными птицами? У нас вопрос сайта. Часто в город прилетают совы, днём их обижают даже воробьи, люди берут их домой. Спасибо Гарри Поттеру за популярность сов. А что делает дальше? Вот подобрали сову, и что? Вот сейчас я вот настолько уже часто это говорю. Совы, они, да, зачастую залетают в город, причём это, как правило, уральская длиннохвостая неясыть, её легко излучить по чёрным глазам. Есть ещё второй вид, но он с жёлтыми глазами. Они днём абсолютно беззащитны. На самом деле их гоняют и голуби, и вороны, и сыроки, и делают абсолютно верно, потому что ночью, когда те засыпают, совы начинают охотиться за вот теми, кто их днём обижал. И более успешно, чем первые. У нас есть звонок в студию. Тамара Яковлевна Сараева, хозяйка сада, где завёлся в их искусственном пруду бобёр. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Тамара Яковлевна, расскажите, как бобёр оказался у вас в саду? Вы его приманивали как-то, или он сам к вам пришёл? Нет, нет, нет. Что вы, что вы, нет, не приманивала. Просто ночью, на субботу, в пятницу, на субботу, собака лаяла, лаяла, в общем, всю ночь лаяла. Я думаю, у соседей, и соседей у нас охотник. Думаю, у соседей. Ну, потом, смотрю, думаю, никогда не было, чтобы собака лаяла. Иногда воет, а вот лава не было. Ну, утром смотрю, уехал сосед. Тамара Яковлевна, он вам мешает в саду? Он, может быть, как-то постройки разрушает, или, может быть, детей пугает? Ну, конечно, он у нас, во-первых, водоёмки с маленькими, он всю воду перемутил, одна сплошная глина, а потом у нас собаки две таксы. И вот они, значит, и у него разрыли эту норку, и его выгнали. Выгнали, значит, и он плавает по водоёму, а они, значит, на него кидаются. Кидаются, и одну таксу он гучил. Тамара Яковлевна, она не отрыгнула. вы сейчас прямо пытаетесь его выжить из водоёма? Вот мы знаем то, что вы должны его выловить и отправить в другое место. Да-да. Как вы это делаете? Голыми руками его ловите? Нет-нет, вот приехали спасатели, или как-либо, приехали, сетку растягивают сейчас, а он сидит в норке, не выходит оттуда. Вот они сейчас эту сетку поставят в норке, и, наверное, его оттуда выживут, и он выскочит, сетку попадёт. А почему он один живёт в водоёме, без подруги, без друзей? Один-один, один, совсем один. Вы не пытались... Он живет соседей, видимо, и вот его там выжили собаки, и он к нам пришёл. Вы не пытались с ним подружиться, может быть, как-то подкармливать его, чтобы он по поласкови был? Пытались, хлеба давали, но хлеб так и остался. А как с ним подружиться? Ну, он и это сидит, я наблюдала за ним, он сидит, мордочку моет, который раз на берегу, и бока чешет, большой такой. И вот сидит. Томара Яковлевна, спасибо вам большое, надеемся, переселить бобра получится удачно. Ну, вы тоже можете стать участником нашей сегодняшней беседы, для этого можно позвонить нам в скайп, или оставить комментарий, или вопрос на нашем сайте. Вот с бобром что делать? А можно ли его вообще взять в квартиру, и чтобы он жил дома? Я думаю, в этом случае бобер тоже удивлялся соседству. Он-то думал, что он здесь живет. То есть он этот искусственный водоем считал своим угодием? Ну, в общем-то, это же природа, он все-таки не на трассе, не в лесу брошенный, плавает себе. Давайте вот продолжим по поводу сов. Что делать? Вот взяли сову, вот она залетела, видимо из-за недостатка пищи, или что-то еще. Что делать дальше? Да, они охотятся за, ну, более легкой добычей в городе. У нас есть что им поесть. Здесь, опять же, как я всегда говорю, надо давать любой сове три дня. За три дня она должна разобраться с территорией, с окружающими ее птицами, соперниками, не соперниками даже, а просто врагами, в виде воронья различного. Если сова три дня, они обычно сидят буквально вот все три дня пеньком на одной ветке, на одной там какой-нибудь березе, как правило, прилетаем, возможно, там где-то по двору. Если птица за это время, если ее таки не побили вороны, не поклевали, не поранили, она, скорее всего, либо улетит в лес, сова, ну, поняв, что это немножко не ее территория, либо научится, найдет себе убежище, и будет, где положено днем там отсиживаться, а ночью, в общем-то, заниматься своим совинным делом. Либо, возможно, бывают молодые особи, достаточно неопытные, когда вот их на самом деле побьют, поранят, тогда вот эта птица нуждается в помощи. Куда тогда нести раненую птицу? Ну, в этом случае я могу посоветовать, что получить консультацию по содержанию, по кормлению всегда можно в зоопарке, все-таки не зря там занимаются вопросами выкармливания, не то, что выкармливания, вообще содержание различных недомашних животных, то есть никогда не откажут сотрудники. Хотя, конечно, как у нас считают, что зоопарк обязан взять, нет, зоопарк не может, не может ни за что, потому что это большой риск для наших животных, да, иначе ну, можно занести любую заразу. Ну, не дома же ее держать, куда тогда вот ее нужно отнести? Ну, почему не дома держать? Как раз-то очень ошибочное мнение. Можно раны дома вылечить? Раны можно дома вылечить. Я даже больше скажу, человек при хорошем желании это сделает лучше, чем он кому-то сдаст, у кого, возможно, там таких вот подранков десяток сидит, и времени на всех не хватает. Один человек одному животному, одну птицу, возможно, принесет больше пользы. Было бы желание, потому что люди, которые подскажут светом помощи, грамотной, их в городе у нас достаточно. А место обустроить для таких животных, это не такая самая большая проблема. Так же, когда у меня там дома две собаки, две кошки, я не знаю, куда деть вот это вот, что я подобрал, ну, тогда вариант. Ну, не подбирайте вообще, в принципе, никого. А если подобрали, то, в общем-то, можно организовать уголок, обычно достаточно обычной клетки, коробки, у нас есть опрос, Лена Костарева спросила у горожан, как сохранить дикие повадки животного, если вы взяли его домой. Здравствуйте, с вами Лена, и мы снова собираем мнение о терке. Многие забирают раненых животных из леса к себе домой, чтобы вылечить, но потом, после возвращения в дикую природу, они не могут там выжить. Как сделать так, чтобы животные не стали домашними, мы решили спросить у Ольги. Здравствуйте, ну как сделать, если найдешь какое-то животное, я думаю, надо сначала пить или на рот нести, потом дома подлечить немножко, но не приучать к себе, а если оно привыкнет к тебе, то есть плохо придется в природе. Спасибо. А что об этом думают другие горожане, мы узнаем прямо сейчас. Долгое время дома не держать. все. Ну а сколько можно? Ну месяц. Выгуливать это животное, чтобы оно не отвыкало от своей естественной среды обитания, чтобы продолжало в ней существовать хоть какое-то время. Ну, трудный вопрос. Проще, наверное, не переносить. Или посоветовать с какими ветеринарами там, черт знает, полететь. Тем более, дикое животное, зачем дома держать? Ну, чтобы оно жил, ну, вот животное и кто-нибудь там, без разницы. Нужно, чтобы он жил отдельно от тебя. Ну, не рядом все время, а там, в какой-то загородочке, я не знаю. Ну, чтобы не чувствовал, что его пригрели уже полностью. Ну, и так как бы подкармливать, подлечивать только и все. Ну, и потом сразу выпускать, не ожидая там, что, ой, какой миленький, хорошенький, оставим-ка его себе. Делитесь своим мнением и вы. Звоните нам в скайп, оставляйте комментарии на нашем сайте. Вопрос интересный. Вот, Татьяна, как воспитать животное дикое так, чтобы оно не одомашнилось? В меховых рукавицах его держать? Может быть, запахи как-то вот пытаться повторить природные? Да, это много способов. И, в принципе, основное, это то, что ухаживающий человек, он меняет свою внешность под соответствующим возрекает, на самом деле, подход, можно сказать, научный, да, он особенно используется при выращивании животных, которые предназначены, в питомниках, да, которые предназначены вообще для выпуска в природу. Ну, рекомендуют делать, вот, самый простой способ, это делается загородка, в которой устраиваются отверстия кормовые специальные, то есть, сквозь них кормятся, человек вообще не показывается, потому что, ну, трудно такую, какую-то маску или костюм сделать, поэтому просто бесконтактное кормление. Татьяна, вы в костюме утки не ходите перед своими воспитанниками? Нет, не ходим. Но мы стараемся меньше появляться на глазах. Гладить поменьше. Да, ну, вообще не гладим мы, конечно, нет такого. Ну, так, издали, посмотрели, все нормально. А если человек будет общаться, будет гладить, со временем питомец будет чувствовать себя человеком? То есть, он перестанет себя воспринимать как ежа, зайца или белку? Скажем так, он будет себя воспринимать как питомец человека. То есть, он привыкнет к нему? Он привыкнет, да, то есть, есть даже такое понятие запечатления на человека, особенно у совсем маленьких детенышей. Этого надо избегать, если, конечно, не происходит специальное приручение, как, например, у дрессировщиков в цирке, то есть, там специально изымаются маленькие. Что делать, если все-таки вот питомца взяли, он одомашнился, содержать его нету сил, или может быть неохота, куда его лучше нести? Обратно в лес или в какие-то питомники? Ну, одомашненное животное в природу это верная смерть, поэтому... Надо искать хозяев других. Да, в природу это только ранние стадии, либо не приручение. Зрители спрашивают, особо ли ласку можно воспитать? В художественной литературе много такого описано. Поддается вообще приручению? Ну, скажем так, тут степень, как, наверное, с харьками, да, то есть, во-первых, зависит, опять же, насколько приручили, то есть, степень приручения. Приручить можно, но... Что такое вот ранняя степень приручения и поздняя? Как ее можно отличить? Чем раньше нашли, то есть, чем меньше возраст у какого-то там птенчика или зайчика, лисички, тем лучше приручается. Хотя, вот, например, в зоопарковой среде есть понятие среди сотрудников, что в определенном возрасте, обычно это период полового созревания у животных, ну, у хищников, например, это около двух лет, любое животное начинает сминать дикие повадки, то есть, природа берет свое и оно может проявить агрессию к человеку или какие-то вот попытки убежать, например, да, как бы, то есть, вот, все, перестает быть белым и пушистым. То есть, такое существует, об этом надо помнить. Вот, что делать, если наткнулись в лесу на детеныша крупного зверя, волка или, хуже того, медведя, бежать быстрее, чтобы мама, если вдруг она рядом, никак не навредила жизни, или все-таки подобрать детенышей? я так думаю, есть такой неплохой способ проверить вот у таких, да, у диких зверей брошен в этом случае щенок там или медвежонок или нет, если можно потрогать, посмотреть на животик. Если животик, вот, все, как у младенцев, не впалый, значит, скорее всего, он кормленный, то есть, значит, где-то есть мамочка, ну, тогда, конечно, лучше бы убраться подальше. Быстрее бежать. Спасибо вам за ваши ответы. Приобщиться к миру братьев наших меньших можете и вы, не выходя из дома в лес. Смотрите на самых интересных питомцев Екатеринбургского зоопарка на нашем сайте в разделе «Звери». Ну, а прямо сейчас продолжение реалити-сериала «Урал-дог». В екатеринбургских школах пора выпускных. Герой нашего проекта Влад Изюминка и его друг Иван окончили девятый класс. Как они получали аттестаты и что было потом, смотрите прямо сейчас. За другими героями проекта следите ежедневно в 20.30 и 21.30 на ЕТВ и круглосуточно на нашем сайте. Всего доброго. До свидания. Я так и знал, что он будет ходить весь год орать, что у него сегодня все получится, что он крутой, а перед самым взамен он скажет «Блин, пацаны, мне что-то страшно». А мне нормально. Мы поздравляем вас с началом государственной итоговой аттестации. Первые клеточки девять. Вот это год. Вот это образование для женщины. Выпускной с девятого класса. Да что ему радоваться еще два года в школе учиться. Уважаемые коллеги, учителя, предлагаю нам занять место на почетном первом ряду. На самом деле обычное настроение. Вообще как-то нет никакого праздника, ничего. Любуешься одной классницей. Привет, как здоровье. Начинается торжественное мероприятие, выпускной вечер в девятых классах. за двух лет на свадьбе будет нормально танцевать. Мы даже не умеем. Я тоже, я вот так умею. не умеем. Но мы верим, что есть не сомн в девятом английском языке. Ох, это я. Атестат получается Никулиной Полине Андреевне. Господи, она такая компьяная. Все это хорошо и отлично в атестате Полине. У вас глаза подробнее. Так я следующий должен быть. У нас же по списку идет. Изюминка Владиславу Дмитриевичу, участнику литературно-музыкальной студии Дом Крусталь. Поздравляю. Спасибо. Изюминка Владислав награждается грамотой классической гимназии 104 за активное участие в жизни гимназии и делах класса и участие в литературно-музыкальной студии Дом Крусталь. Поздравляю. Я болел за тебя. Я тоже за тебя болел. Мысли бы. Что кто-то хорошо учится, а кто-то вроде тебя. Потому что он отличный. Я сейчас рэп засчитаю. Держи мой аттестат, я его тебе дарю, забирай себе. Замыкай ягру Ты назад посмотришь там увидишь что на свет сияющий на след Дай поцелуайся. Что, как? Целаться не будем? Ну ладно, ладно. Давай хоть обнимемся, я не знаю. Спасибо. Вау. Смотри на мое лицо. Кого-то. Кого-то. Реально, как с обложки виза какой-то. Вот над ним. Посмотри на его лицо. Ну вот и все. Я получил аттестат. Зачислен в 10-й класс. Да, в 10-й. training. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКУЛИТА Продолжение следует...